Сборная Беларуси по футболу в подмосковных Химках уступила команде России в товарищеском матче. Несмотря на итоговый счет, 2-4 игра нашей команды, особенно во втором тайме, оказалась весьма неплохой. Да и матч рассматривался тренерским штабом как подготовка к грядущей финальной игре. Обе команды выходили на поле Химки-арены накануне важных официальных матчей. Через неделю белорусов ждут испанцы, россиян, австрийцы. От этого матч оказался вдвое товарищеским и совсем не принципиальным. Первый тайм так и было. Россияне, состав которых казался довольно легким, были академичны. Белорусская игра казалась по-декадански эстетичной, но не более того. И так первые 18 минут, пока не случился гол Кокорина. Мяч россиян был из серии и не говорите, что вас не предупреждали. Пару минут ранее точно такой момент загубил Шатов, а вот девятка команды хозяев не испортила непростого Малышеркова. Собственно, на первом тайме все. Еще он включил несколько российских полумоментов. И первый белорусский удар в створ имени Александра Глеба. Итог первого тайма выглядел довольно логичным. Происходившее на поле легко было охарактеризовать расхожей комментаторской фразой о том, что даже если бы команды поменялись футболками, все равно было бы видно, кто стоит выше в рейтинге FIFA. Впрочем, все изменилось после перерыва. На поле появилась какая-то другая сборная Белоруссии. Более злая, активная и по-спортивному наглая. Всего пять минут и счет стал равным. Кисляк не оставил шансов Акинфееву с удобного стандарта. Следующая десятиминутка включила сразу три белорусских момента. Вратарь Россиян с трудом справился с ударами Корнеленко и Нехайчика, а перед Кисляком снова сплоховал. Один-два в пользу гостей. Капелло отреагировал массовыми заменами, бросив в бой жадную до игры и до места в составе молодежь. И два дебютанта, Головины Миранчук, матч переломили. Первый красивым ударом с лету, второй после эстетичной комбинации. Мы готовимся к Испании, скажет на пресс-конференции Хацкевич. Конечно, важен результат, но те замены, которые мы планировали, они были сделаны. Конечно, не все, кто вышел на замену, попали в игру. Главному тренеру белорусов зрители вообще должны быть благодарны за то, что команда не засушила игру при счете в свою пользу. Второй тайм пролетел на одном дыхании, хотя и завершился четвертым голом от Киржакова на последних секундах. Несмотря на проигрыш, это была та самая игра, видеть которую было не больно, а вспоминать не стыдно. Ну, у нас, наверное, половина команды не имеют игровой практики в своих клубах, поэтому, конечно, долгое время не играли, ну, немножко непривычно было. Какое настроение в команде перед испанцами? Да нормально, боевое, немножко устали. Вот, сейчас полетим, восстановимся, все будет хорошо. Максим Короткин, Алексей Чернюк, 117 новостей, Химки Арена.